В Тюмени в центре «Жемчужина Сибири» завершился сбор мужской национальной команды России по биатлону. Он длился больше двух недель. Под началом главного тренера всей сборной России Анатолия Хованцева, возглавляющего также мужской коллектив, трудились все представители основы. Среди них тюменцы Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также резервисты, в число которых входит Евгений Единов, юниорская команда, за которую выступают сразу пятеро наших земляков. Вадим Истамгулов, Денис Таштимеров, Алексей Огорелков, Илья Новопашин и Андрей Вьюхин. Очередные встречи состоялись в первенстве России по футболу среди клубов третьего дивизиона. Дублеры ФК «Тюмень» в Кургане играли против местного табула. На 49-й минуте Владислав Башинский вывел гостей вперед. Вскоре Олег Долголев после точного паса Артема Докучаева увеличил преимущество черно-белых. Хозяева смогли отквитать только один мяч. На 71-й минуте у них отличился Валерий Федосюк. 2-1 победа подопечных Виктора Тринева. Но в турнирной таблице тюменские резервисты идут пятыми. Тобольский табул занимает девятое место. Легкоатлеты Тюменской области на чемпионате России в Казани завоевали две награды. В старте на 400 метров с барьерами Александр Скоробогатько взял серебро. Его время 49,99 секунды. На 0,47 секунды Сибиряка опередил Тимофей Чалый, представляющий Красноярский край и Московскую область. В беге на 400 метров на пьедестал почета пробился Денис Кудрявцев. У него третье место. Серебряный призер чемпионата мира 2015 непрофильный для себя гладкий отрезок преодолел за 46,28 секунды. Победу же праздновал Михаил Филатов из Санкт-Петербурга. В очередном матче чемпионата Тюменской области по футболу сошлись команды, которые турнирный путь в зоне Север начали не слишком удачно. И местная ладья, и Амутинский Рубин пока больше проигрывают, чем побеждают. В этом сезоне у нас действительно омоложение состава идет. Молодых ребят много, еще как бы школьники, последние классы. Надеемся, что через год, через два они возмужают. Ну и вследствие этого результаты как бы в начале сезона у нас были не очень впечатляющие. Ну я думаю, к концу сезона ребята как бы наберутся опыта, окрепнут и будут поувереннее в себе. И результаты будут наиболее лучше, чем сейчас. Первый тайм получился достаточно равным. Рубин атаковал чуть острее, но забить не мог. К дебюту второй половины гол, казалось, назрел. В одном из эпизодов на помощь хозяевам даже пришла перекладина. И в конце концов они же и забили. А мутинские защитники изобразили нечто странное. И Дмитрий Попов спокойно расстрелял практически пустой створ. Так получилось, что защитник ошибся, я просто пробил по пустым воротам по сути. Вратарь уже был отыгран и получился гол. Так что ничего такого не было сверхъестественного. Обычный гол. В итоге третье в пяти матчах поражение. А ведь именно Рубин не так давно стал победителем губернских игр. Хорошо играли. Ну вообще не капитан, вице-капитан. Капитана у нас не было. Вот его и не хватило. Как получилось, сыграли, как сыграли. В полную силу парни молодцы. Спасибо, я всем благодарен за игру. Хорошая команда у вас. Победю сильнейший на сегодняшний день. Лидирует в зоне север Елутеровский Атлант, который преследует Олимп из Тюменского района и Ярковский Сибиряк. В футболе есть два полярных выражения, которые упоминаются одинаково часто. Счет не по игре и результат всегда справедлив. Как ни странно, оба подходят для описания одного из центральных матчей первого этапа чемпионата Тюмени. В котором сошлись фавориты – Сибентел и Прибой. Сезон обе команды начали блестяще. Прибой выиграл все пять стартовых поединков. Сибентел – семь из восьми, внезапно оступившись во встрече со Строймашем. 2-2. Скажем, очки потеряли там, где не предвещало ничего. Но очень тяжело было играть. На улице 33 градуса было в три дня. Это, наверное, на преступление, я считаю. Надо вечером играть, свежо дышать всем. Первый тайм Сибентел выиграл 1-0. Но самое интересное началось после перерыва. Прибой очень серьезно прибавил и закономерно сравнял счет. Казалось, наступил перелом. И тут Сибентел организовал шикарный гол. Концентрацию поддерживали просто. Ну, не расклеились, продолжили играть. Вернули контроль мяча себе. Наоборот, очень интересно. Как бы, что борьба идет. Как бы каждый, ну, на поле за каждый мяч борется. Взяли себя в руки после пропущенного мяча. Ну, и тренерская замена, поменяв фланги. Право передвинул налево. Вот, сыграл свою роль. Окончательно настрой прибоя свомил шедевр от Сергея Кошелева. Который в чемпионате поражает ворота немыслимыми темпами. Больше двух голов за матч. После этого штрафного Сибентел на кураже забил еще дважды. 5-1. Итог. Разгром при равной по сути игре. Заслужил ли прибой такой результат? Вряд ли. Достоин ли Сибентел крупной победы? Без сомнений. Команда Антона Кузьмина с 25 очками укрепилась на верхней строчке таблицы. Правда, по потерянным очкам лидирует ТДСК. Очный поединок двух грандов городского футбола намечен на август.